Здравствуйте! На портале Экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем историю победоносной битвы народа Израиля над Амаликитянами, которая рассказывается в 17 главе книги «Исход». Сначала прочитаем небольшой этот эпизод. Спустя некоторое время подошли к Рефидиму Амаликитяне и стали нападать на израилитян. Тогда Моисей обратился к Иисусу на вину. «Отбери себе людей, чтобы пойти и сразиться с Амаликитянами, а я завтра встану на вершине холма, и в руке у меня будет посох Божий». Иисус так и сделал, как сказал ему Моисей. На другой день он вступил в сражение с Амаликитянами, а Моисей, Аарон и Гур взошли на вершину холма. Пока Моисей держал свои руки попеременно поднятыми, побеждал Израиль. Как только опускал, одерживал верх Амалик. Когда же руки Моисея отяжелели, принесли камень, и Моисей сел на него, а стоявшие рядом Аарон и Гур поддерживали руки его, каждый со своей стороны. До самого захода солнца руки Моисея были простерты к небу, и одержал Иисус с воинами своими победу, одолев Амалико и народ его. После того Господь сказал Моисею, «Запиши это в книгу, чтобы помнили люди, и не раз повтори о том Иисусу, что всякую память об Амаликитянах изглажу я на всей земле». Моисей воздвиг жертвенник и назвал его Яхвениси, сказав при этом, «Воистину, рука на престоле Господа, войну ведет Господь против Амалико, и с поколения в поколение будет длиться эта война». Имя того места, которое нарек Моисей, буквально означает «Господь, знамя мое». Вот почему это имя станет вечным напоминанием о том, что в действительности источником победы и главным полководцем народа Израиля является сам Господь. Но каждый раз, когда мы читаем эту историю в первый раз, нам кажется, что речь идет о каком-то историческом повествовании, как будто мы читаем какие-то исторические хроники о событиях далекого прошлого. Но в действительности этот текст вызывает несколько вопросов, потому что мы видим, что речь идет о какой-то необычной битве, необычном сражении. Очень важно, что этому сражению предшествует эпизод со скалой, из которой Моисей изводит воду для того, чтобы напоить жаждущий народ. И мы знаем место этого имени Рефадим. И поэтому очень важно, что именно там, где народ испытывает жажду и может умереть, необходимо одержать победу, принять сражение и одержать победу. И поэтому этот текст содержит в себе это начало, в котором есть воспоминания о чуде воды в пустыне, и окончательные стихи, которые говорят о каком-то послании, которое обращено ко всем будущим поколениям. И в действительности мы понимаем, что слово «амалик» становится неким символом. Конечно, это было именем народа, известного в древности, и, как мы видим, очень сильного, могущественного народа. Но история такова, что слава великих держав, великих народов проходит, их имена изглаживаются из памяти человечества, и сегодня мало кто помнит, что такое «амалик», но он навсегда остался как некий символ. И этот символ мы всегда вспоминаем за нашим богослужением, потому что этот символ всегда нам напоминает о том, что народ человечества, каждый из нас, в тот момент, когда выходит навстречу своей свободе, вынужден принять битву, и перед ним всегда возникают некие угрозы и вызовы, которые могут положить конец его великому начинанию, его великой мечте о свободе. И с одной стороны, как будто мы видим, что просто описываются какие-то перипетии. Одна из баталий, как многие другие. Но в действительности есть в ней совершенно другой смысл. Это некая притча. И, конечно, Библия нам помогает некоторые вещи прочитать благодаря ее литературной форме. Есть определенные законы жанра и словесности, которые содержат в себе некоторые шифры и указания. Но вот один из них самый простой. Давайте зададимся вопросом, кто является главными действующими лицами в этом эпизоде. И, вероятно, многие из вас подумают, что, конечно, Иисус новин, как полководец, военачальник, и его противник Амалик. Но если мы вчитаемся в текст, то мы увидим, что имя Моисея упоминается гораздо чаще. Более того, это имя упоминается семь раз. Имя Амалика тоже упоминается семь раз. И это означает, что действительными протагонистами в этом эпизоде являются Амалик и Моисей. И нам покажется немножко странным, потому что один молится, а другой держит в руках оружие. И поэтому сражение происходит как будто между другими людьми. Но в действительности сражение происходит между тем, кто возносит свои руки к небу и обеспечивает это покровительство и присутствие божественной силы посреди своего войска, и тем, кто возглавляет войско неприятеля. Другой очень важный момент в этой истории это предостережение о том, что эта война никогда не закончится. Победить в войне это не означает, что победит мир, установится окончательный мир, потому что приходят другие завоеватели, одни империи исчезают с карты земли, другие наоборот возникают. И история Израиля это история небольшого народа, который постоянно находится в плену у враждебных сил. Его постоянно кто-то завоевывает, покоряет. Но имена его покорителей со временем исчезают, а этот народ остается в живых. И все это становится неким уроком, что именно незначительность Израиля, его слабость, его беззащитность становится источником его силы, условием того, что при том, что другие народы давно исчезли, этот народ продолжает жить. Потому что источником его подлинной силы является не сила оружия, а сила его веры. И точно так же, как оказавшись в пустыне, где нет никакой воды, этот народ находит воду, которая выходит из скалы. И апостол Павел говорит очень странную вещь. В первом послании Коринфина мы встречаем этот необычный образ скалы, которая сопровождает народ в пустыне. Таким образом, мы получаем некие очень важные ключи, шифры для того, чтобы по-настоящему прочитать историю церкви, историю верующего народа, человечества, которое незримо всегда находится в сопровождении Бога, в сиянии Его славы. И воскресший Христос является тем, кто сопровождает наши странства по пустыне, тот, кто по-настоящему помогает даже самым беззащитным и слабым одержать победу в борьбе, в войне с самыми сильными и могущественными. На портале Экзогетру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.